всем приветики я хотел бы вам показать разницу между форматами в sony вегасе получается мы когда отредактировали видео и хотим его отрендерить нажимаем на кнопку визуализировать и у нас открывается большой список форматов но именно для себя я выделил три формата в которых рендерить лучше всего формат видео for windows мы не будем рассматривать потому что это avi формат и он рендерит используя кодеки а кодеки у всех разные и здесь все может отличаться у кого-то что-то может быть у кого-то чего-то может не быть и поэтому мы будем сравнивать два других формата magic avc и sony avc эти форматы уже встроены в sony vegas и они у всех одинаковые и вот я хотел бы их сравнить получается если отрендерить одно и то же видео через вот эти два формата и сравнить то что получилось на выходе то общая картина будет одинаковой но если присматриваться к деталям то именно magic avc будет почетче в деталях то есть какие-то линии будут четче какие-то углы будут более лучше видны а sony avc будет немножко в деталях похуже он как бы и рендерит быстрее и процессор не так сильно нагружает нагружает он при рендеринге на 50-80 процентов но и как бы видео в деталях похуже а magic avc рендере дольше загружать процессор на сто процентов но и в деталях как бы все получше выглядит то есть к примеру то мне есть видео длиной 30 минут и magic avc рендерит его полтора часа где-то а sony avc час я при этом на magic он на сто процентов загружен процессор а на sony avc ну так 50-80 прыгает туда-сюда и вот можно сравнить я сделал скриншоты получается что это оригинальный исходник видео вот так на нем выглядит картинка это sony avc залитый на youtube а это magic avc залитый на youtube при этом нет разницы залиются вы на youtube или нет как бы понятно что youtube портит картинку то есть если бы не заливать на youtube картинка выглядела бы ну примерно так же а на youtube и вот чуть 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 похуже но неважно зальете вы на youtube или будете рассматривать на компьютере и там и там будет заметна разница что sony avc в деталях похуже то есть к примеру вот если посмотреть на magic avc то видно что здесь под m bios видны линии а в sony avc этих линии не видно то есть должны быть линии вот к примеру если увеличить это говорит о том что в деталях мэйджика виси получше к примеру вот если увеличить и глянусь на мэйджика виси но на вот этот вот железный коробок то видно что он весь в точечках таких а если глянуть на этот же коробок уже в sony avc то видно что его краешек на нем просто пятно никаких точек уже нету то есть в начале точечки есть а в конце просто пятно а на мэйджик и все-таки какие-то точечки еще просматриваются также запись вот это и usb 3 0 а здесь она такая более такая выраженная она sony avc она как будто бы подразмыта уже немножко но если она как такая более и если спуститься ниже и глянусь на ту же запись m bios это у нас sony avc мы видим что подым биос ничего нету а потом идут линии а в мэйджика виси подым биос все-таки есть линии то есть видно что вот они m bios линии а в sony avc линии просто нет просто как будто их и не было то есть наглядный пример того что sony avc немножко в деталях теряет те линии которые должны быть под амбиосом и здесь нету таким образом можно понять что sony avc немножко похуже ну как бы видимо поэтому он и быстрее рендерит и меньше напрягает просто потому что он не заморачивается над качеством а мэджика виси старается сделать качественнее поэтому он более такой тяжелый кодек более дольше рендерит более дольше более сильнее нагружает процессор но настройки если кому-то нужны то рендер я вот таким вот образом через sony avc аудио максимально всегда стараюсь ставить вот таким вот образом рендерю а через мэджика виси рендерю вот таким вот образом но здесь вместо и 4 обычно но я так понял сегодня кстати почитал интернете что лучше ставить один потому что это как бы куски видео один это просто фрагмент фрагмент видео то есть вот он один просто фрагмент а так оно разделять на 4 куска то есть видео делится на 4 куска и отдельно обрабатывается из-за этого уменьшается время рендеринг она увеличивается размер файла а чем меньше фрагментов, тем как бы время рендеринга больше, но конечный размер файла меньше. И больше устройств смогут понять конечный файл. Ну и аудио тоже оставлю здесь максимально всегда. Ну а что вам нужно, это вы уже сами выбираете. Потому что, к примеру, есть же разное видео. Если у вас там очень длинное видео, и оно будет рендериться там, я не знаю, полдня, или целый день, и вы готовы свой процессор целый день нагружать на 100%, потому что вам важно качество, ну тогда вам стоит использовать Magic AVC. Но если вы не хотите нагружать процессор на 100% целый день, и готовы немножко пожертвовать качеством в деталях, и вам хочется побыстрее от рендериста, тогда лучше в Sony AVC, нежели в Magic AVC, потому что любое оборудование, если его нагружать на максимальную мощность, причем неважно, компьютер это или что-то другое, если оборудование нагружается на полную мощность, то укорачивается его срок службы. поэтому вот тоже как бы кому что нужнее, качество, или более быстрее рендеринг, и меньшая нагрузка на ПК. вот такое вот сравнение. Ну а на этом все. Всем покидава.